МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ 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 Так как утром здесь образовалась огромная автомобильная пробка Машинам мешала проехать вода, которая разлилась прямо по дороге Пока вода подтопляла улицы, жители соседних домов Наоборот, кинулись на поиски живительной влаги Разумеется, из-за внезапности ЧП никто из людей не сумел ею запастись Поэтому подвоз воды стал единственным способом Как-то справиться с бытовыми проблемами Для того, чтобы никого не обделить, водовозы курсировали с одного адреса на другой Правда, к услугам местных жителей была предоставлена лишь техническая вода Но, судя по очередям, люди запаслись всем, чем могли Должны были хотя бы питьевую воду привезти, техническая, конечно, не устраивает Но, куда деваться, хотя бы это Бутыльки с питьевой водой в местных магазинах раскупили практически моментально Из-за аварии некоторые торговые точки даже снизили цену Пятилитровки продавали по 22 рубля Сегодня прямо с самого утра, с самого открытия у нас прошло очень-очень много человек Порядка, ну, я не знаю, 150 воды купили, это точно, наверное, ну, 200 это точно Ну, очень огромное количество, все идут спрашивать, спрашивают У нас не успеваем просто вытаскивать воду Мы ее вытаскиваем, вытаскиваем Ну, нам даже не хватило на промежуток Получас, наверное, у нас воды вообще не было В отличие от магазинов, в местных школах, детских садах и техникумах сегодня тишина Без воды элементарно не было возможности приготовить детям пищу Студентов тоже отпустили с занятий Мы приехали в колледж, один урок отсидели Даже не пару, один урок И все, нас домой отправили Получается так, потому что вот здесь вот трубу какую-то прорвало Нам сказали, и вот мы идем домой На устранение прорыва ушел весь день На момент подготовки материала работы еще не были завершены Как нам пояснили, ремонт закончится поздно вечером Потом некоторое время займет чеканка и пуск воды по системе Все подробности в режиме онлайн ищите на сайте ors.ru Александр Рязанов, Илья Логачев, Даниил Гнедов Служба информации, телерадиокомпания «Евразия»